Эй, привет! 5 дней до ЕГЭ по профиле математики и на самом деле еще кое-что по-моему, 2 дня до ЕГЭ по русскому языку экзамен уже в самом разгаре кто-то свои первые уже сдал у кого-то они вот-вот начнутся а это значит, что самое время проявить силу воли сегодня я тебе расскажу, что нужно сделать для того, чтобы максимально захапать баллы на ЕГЭ по профиле математики но перед этим нельзя не упомянуть что, естественно, самый крутой результат вы можете, как мне кажется, сделать если много чего сейчас заботаете в русском языке я, кстати, в описании прикрепил ролик Оксаны специалиста великолепного по русскому языку она там рассказывала, что делать за 3 дня до ЕГЭ какие задания чекать в каких заданиях можно больше прокачаться чтобы эти баллы забрать и я сегодня вдохновился этим роликом хочу такой же сделать по математике а ролик по русскому будет по ссылке в описании ну, ребят, смотрите, в математике все на самом деле достаточно просто но если вы решаете, там, ну, идете на 90+, то у вас ваши основные баллы лежат в том, чтобы просто не ошибиться то есть сделать все то, что вы сделали для этого понятно, что надо делать это надо повторять, внимательно решать на экзамене хорошо, правильно распределить время решить первую часть 2, а может быть даже и 3 раза и все у вас будет пучком но если вы где-то в своей подготовке про воронь или какие-то моменты про потерялись вот, то очевидно, что как сдать экзамен, если ты там плохо готовился первая часть первая часть вся есть на банке ЕГЭ захочешь на банке ЕГЭ, ее решаешь эти задания попадутся тебе на экзамене, на основной волне ну, и если даже в резерв сдаешь если даже пересдаешь в общем, там все это попадается а, помимо этого, да, самые простые баллы 19 задача А ну, может быть даже пункт Б ну, А точно то есть некоторые, некоторые игнорируют эту задачу но, вообще-то, игнорируют ее не нужно это то, что можно прям быстро научиться делать дальше, ну, либо уравнение, либо не равенство либо экономика но, дело в том, что, наверное, мне кажется, что экономика потому что экономика основана на теме за 5 класс, это проценты и очень много материала есть можешь зайти ко мне в телеграм-канал там я даже делал такой пост где собирал все многочасовые свои стримы там по экономике чуть ли не часов 11 может даже больше материала можно все это жестко заботать то есть, как бы, свои баллы набрать еще можно свои баллы можно еще пробудить если вы плохо готовились если готовились хорошо то, очевидно, нужно повторять и внимание уделить русскому языку я еще стараюсь какое-то выделить слово дня и вот сегодня сегодня будет два слова это сила воли вот вообще, на самом деле, на силе воли можно вытащить многое потому что сила воли врубается тогда, когда пропадает мотивация мотивация, она пропадает всегда мотивация, это как, знаете, ну, типа наркотика бахнул мотивацией, бом, работаешь потом пропало действие мотивации и вот что будешь делать потом и в основном, конечно, большинство людей ну, они попадают в какую-то яму и ничего не делают а вот как раз сила воли, она нужна там где пропадает мотивация мотивация что-то краткорасточное сила воли, то, что позволяет действовать в разных периодах жизни, в разных моментах, в разных сферах жизни. Действует постоянно и круто. Поэтому сила воли должна сейчас очевидно включиться. Устал, я понимаю, если прям устал физически, ну, отдохни. Мозги пукнут от задания, отдохни. Но если вот это вот, ой, ментально я устал, ой, я выгорел, ой, 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 ой. Ну, вот еще раз, физическая усталость это одно, да, нужно просто отдохнуть, выспаться, поесть вкусно и все будет хорошо, да. А вот это все остальное, ой, у меня нет мотивации ботать задания, вот это все убирайте нахер. Сели и заботали, сели и заботали. Ну, ой, меня тошнит. Первые 5-10 минут подошли, потом включишься и нормально все. Включи какую-нибудь лекцию, какой-нибудь урок, порешай какие-нибудь задания и все будет толком. Если ты чувствуешь, что ты уже готов идти, это вот тошнит, ну, тогда как бы и забей, да. Но есть, конечно, риск потерять какие-то баллы из-за того, что в конце не даботал и немножечко не дожал. Поэтому на силе воли, ребята, затаскиваем последние вот эти дни перед экзаменами. До экзамена по русскому 2, до экзамена по математике всего 5 дней. И что-нибудь, ну, историю жизни рассказать, но я там не прямо историю расскажу, расскажу про целый свой период. Я в 2015 году уже где-то упоминал в роликах, открыл оффлайн-центр подготовки к ЕГЭ, это был мой первый бизнес. И до 2022 года включительно я работал без выходных. Все. Я не знаю, что надо. Какие выгорания? Ну, типа, ты, когда хочешь что-то делать, тебе нравится это делать. И у тебя нет шансов не делать, у тебя нет шансов, чтобы не получилось. Просто работал без выходных. То есть не было такого, что у меня в воскресенье это свободный день или там какой-нибудь другой день, это всегда свободный день, и я в этот день предоставлен там себе, своей девушке, на тот момент она была девушкой, далее жене, детям и так далее. Ну, это не было. В 2023 году, по-моему, в прошлом, да, в прошлом учебном году или... Ну, короче, в прошлом году у меня появился первый выходной в неделю, в этом году у меня и бывает даже два выходных в неделю. Ну, потому что я до этого много работал, а теперь я затаскиваю на опыте. А до этого мне нужно было шарашить, 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 потому что я точно знал, чего я хочу, и я знал, как это сделать. Как это сделать... Нет, как это сделать я не знал. Как это сделать я не знал, поэтому просто шарашил, шарашил, шарашил. Я знал, что когда я буду много работать, я по-любому соберу весь опыт, который мне нужен, И в итоге разорвало Ну и так и получилось Поэтому тебе я советую того же самого Еще раз совсем немного до экзамена На силе воли вытаскиваем Бум